Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я Дорофеева Альфьямини Муловна, член Оргкомитета Международной конференции воспитания и обучения детей младшего возраста. Я же генеральный директор издательства «Мозаика Синтез», генерального партнера, генерального спонсора этой конференции с самого первого дня. Конференция воспитания и обучения детей младшего возраста задумана была как продолжение всемирной конференции, которая была проведена в Москве в 2010 году. Эту всемирную конференцию под эгидой ЮНЕСКО, которая называлась «Воспитание и обучение детей младшего возраста», точно так же, как наша конференция, эта конференция внесла колоссальный вклад в развитие дошкольного образования в России. И те, кто в ней участвовал, и даже те, кто в ней не участвовал, все, кто как-то работают в системе дошкольного образования, они помнят об этой конференции. И в этом году, в мае 2020 года, должна была быть юбилейная, десятая конференция, приуроченная к десятилетию Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию. Мы очень готовились к этой конференции. Мы получили генеральную эгиду ЮНЕСКО. Это очень высокий статус. Конференция включена в план празднования 75-летия ООН в России. В этом году 75 лет победы. То есть это удивительный год. И, конечно, конференция планировалась как очень масштабная и очень интересная. И что? Мы из-за какого-то коронавируса ее отменим? Да никогда. Мы ее проведем. Мы ее проведем еще лучше, чем мы задумывали на мае. Мы ее проведем осенью. У нас было задумано масса нововведений на эту конференцию. Например, и Республика Татарстан будет фокус-регионом конференции. Что такое фокус-регион? Это когда Республика во всей красе покажет, чего они достигли, поделится своим опытом в сфере дошкольного образования. И, как показала конференция 2019 года, такой формат очень интересен всем и ученым, и практикам. В 2019 году у нас была фокус-регионом Якутия. То, как они выступали, это было феерически. Это было потрясающе. То, что они продемонстрировали, удивило всех. И стало ясно, что наш российский опыт интересен и нам, и зарубежным нашим коллегам. Поэтому мы практику фокус-региона решили продолжать. И, как я уже говорила, в 2020 году фокус-регионом будет Татарстан. Впервые в конференции 2020 года у нас будет две страны-партнеры. Одна из стран-партнер – это Республика Узбекистан. Это наша бывшая союзная республика, это наше ближайшее пространство, это те, кто по менталитету очень близок к нам, к россиянам. И поэтому будет правильно, если на конференции будут как зарубежные партнеры и наши бывшие республики, наши бывшие, те, с кем мы жили в одном государстве, если они также будут представлены как страна-партнер на нашей конференции. Поэтому в 2020 году у нас будет две страны-партнеры, одна из которых – Республика Узбекистан. Точная дата проведения конференции осенью пока не определена по понятным причинам. Во-первых, там не совсем понятно, какая будет ситуация, потому что многие мероприятия переносятся на осень. И нам надо будет найти время, удобное для всех, и для организаторов, и для участников конференции. И все это будет ясно чуть позже. Но, кроме того, нужно договориться с площадкой. Довольно трудно подобрать площадку для такого масштабного мероприятия. Когда мы со всем этим определимся, мы сообщим точные даты. Поэтому я всем хочу сказать, что мы с вами встретимся осенью. Мы встретимся на прекрасной конференции, которая будет даже лучше, чем мы задумывали ее в мае. Потому что мы не боимся трудностей. Мы все трудности будем использовать, все препятствия будем использовать, как ступеньку для движения вверх. Я всем желаю здоровья, я всем желаю оптимизма. И до встречи осенью. Дорогие друзья, до свидания.